Этой сказки народной в книгах печатных нет, и содержит она предельно простой сюжет. В королевстве жила принцесса, и в 20 лет полюбила она сапожника вместо принца. А сапожник тот был и беден, и неуклюж, но когда осознал, какой он срывает куш, поскорее примерил звание лучший муж и немедля решил на дамочке той жениться. В королевстве сыграли свадьбы, устроив пир, улыбался невесте весь разноцветный мир, в главном зале играла музыка сотни лир, а вот гости все время ждали в тот день подвох. Но прошло все отлично. Муж обожал жену, не блистал интеллектом, но, отходя ко сну, каждый раз ей шептал, что любит ее одну, и дела у них шли с той самой поры неплохо. Убивался лишь принц. Не мог он никак понять, почему-то с кем с детства быть завещала мать, с недалеким прохвостом делит свою кровать, а он сам ей уже давно по ночам не снится. Только нам с вами на руку, принца того тоска. Между жизнью и вымыслом грань чересчур тонка. Если где-то принцесса выбрала простока, значит мы, королев, можем дождаться принца.